Сейчас перед нами появится бык Краб. Это американская селекция, несмотря на то, что стада отечественные. Его отец Гейн родился в Америке в 2013 году. По данным геномной оценки прибавляет удой на 1700. И на данный момент от данного быка имеется более 9000 потомков. Каждый из этих быков на вес золота. Это племенное ядро региона, его будущее. И хотя молоко получают от коровы, а не от быка, но вот насколько продуктивной будет корова, как много она даст молока, напрямую зависит от ее отца. Сколько корова даст молока, это зависит и в первую очередь от быка-производителя, который внес генетический потенциал для данного молока. В Нижегородской области сегодня работают целых 5 организаций, которые поставляют племенным хозяйствам региона генетический материал. Проще говоря, 7 быков для осеменения коров. Кроме того, еще и со стороны везут, так скажем, полулегально, поскольку в регионе эти предприятия не зарегистрированы. Ну, казалось бы, это хорошо. Есть выбор как по цене, так и по качеству. Но все эти предприятия, за исключением одного, привозят семя из-за границы. Ну, опять же, хорошо. Западная генетика по молочному животноводству продвинулась далеко вперед. С ней есть смысл работать, особенно нашим передовым хозяйствам, что они, собственно, и делают. Но вот пришел 2020 год, пандемия. На время закрыли границы. А коровы открытия границ ждать не будет. Ее надо осеменять точно в срок, день в день. Но ничего, выкрутились. Был запас. В 2022 году ситуация усугубилась. Запад ввел санкции против России. Правда, генетический материал в нашу страну поступает. Где напрямую, где окольными путями. Но ведь Россия тоже ответные санкции вводит. И вполне может закрыть границы для импортного семени. И тогда у этих фирм выход будет только один. Держать племенных быков здесь, в России. И семя производить здесь. Так называемые ларьки по продаже генетического материала, Которые сейчас существуют. Они на сегодняшний день, а может быть в ближайшее время, Они закроются. И останутся только те предприятия, Которые непосредственно на территории России Имеют содержание и производство генетического материала От живых быков. Сейчас будет задача, у кого стоят живые быки На содержании, на производстве, Те останутся на российском рынке. У кого их нет, все эти ларьки по продаже генетического материала Они просто закроются. А это посредники, по сути, да? Да, это посредники, которые не производят. И вот сегодня компания была из Т-Женетикс. Это первая зарубежная компания, Которая поставила быков в Калининградской области И сейчас уже наладила производство генетического материала На территории Российской Федерации. Это компания, которая сексированная семя производит? Сейчас очень актуальна и довольна тема. Она сейчас в Калининграде. У нее, насколько я помню, сегодня 17 голов стоит. В перспективе они до 60 голов планируют нарастить. Которые уже будут производить здесь семя с американских быков, Которые будут везены сюда. Предприятие с названием Нижегородское по племенной работе Единственное в регионе поставщик семени для племенных хозяйств, У которого здесь же в регионе есть свои быки-производители. Это предприятие существует еще с советских времен. Его в хозяйствах так по старинке называют Нижегородское племообъединение. Когда в Россию пришли западные компании со своей генетикой, То отечественное племообъединение оказалось на вторых ролях. На Западе коровы уже в то время доили 8, 10, 12 тысяч литров молока в год. А в Нижегородской области мы и до 3000 литров не дотягивали. Единичные хозяйства, которые 5000 надаивали на корову, Тут же по итогам года награждались. Но конкуренция на рынке генетического материала Заставила племообъединение пересмотреть подходы к своей работе. И они стали завозить в Россию не семя, как другие компании, а быков. Большую роль в этом сыграл областной Минсельхоз. Предыдущий министр сельского хозяйства Алексей Морозов Всячески продвигал это направление в племенной работе. И оказался прав. Сегодня, когда сложно просчитать ситуацию даже на месяц вперед, Когда непонятно, какой будет цена у импортного семени, Которая напрямую зависит от курса доллара, В регионе есть 45 высококлассных быков-производителей. А это и гарантия высоких надоев, и продажа племенного молодняка, Который гораздо дороже простых неплеменных телят. Настолько дороже, что областной Минсельхоз Старается даже слегка сдержать цены. Отрадно, что наш племной молодняк востребован, И мы поставляем его, он пользуется спросом в других регионах. То есть это и Республика Дагестан, и в Татарстан наш скот уезжает, И Московская область комплектуется, даже Кировская, Несмотря на то, что у нас очень много скота было привезено оттуда, Тамбов, Липецк, то есть за пределами нашего региона, Наши предприятия знают, спрашивают. Тем более у нас есть явное преимущество в рамках регионализации, Поскольку мы регион свободный от большинства всех заболеваний, И от нас можно свободно вывозить практически в любой регион. Но это не должно отражаться на стоимости, А у нас это на сегодняшний день получается такая ситуация, Что по импорту завести дешевле, чем приобрести молодняк у нас. Средняя стоимость составила 165,5 тысяч рублей за одну голову. Здесь, конечно, это и телки, и нетили в среднем показателе, Но я еще раз говорю, что у нас очень высокая стоимость. Я, конечно, понимаю, что мы любим все себя, И мы вас, безусловно, любим, но на сегодняшний день Дешевле привезти из Владимира, дешевле привезти из Кирова, Дешевле привезти из Дании или еще откуда-то. Поэтому, наверное, аппетит нужно умерить. В Нижегородской области 51 племенное хозяйство, 39 из них молочного направления. Практически каждое четвертое предприятие у нас племенное. На содержание животных они получают дотации от государства, А тем, кто у них покупает племенных животных, как мы уже сказали, по достаточно высокой цене, государство возвращает 40% от стоимости. Но при этом у племхозов есть и обязательства. Продавать они должны не менее 10% в год от собственного стада. Иначе сами лишатся дотаций и область подведут, так как это требование Минсельхоза России. И за невыполнение этих требований регион получает санкции в виде штрафов. В августе месяце я начинаю всех нервно обзванивать. Продадите до конца года, не продадите, а точно продадите. И на основании ваших данных мы формируем целевой индикатор по региону на следующий год. А потом начинается в декабре. Обещал, а не женился, к сожалению. И каждая голова у нас начинается под вопросом. Не продали, не получилось, а не смогли, а вот там кто-то обещал, и так далее, и тому подобное. На самом деле, такие шутки совсем не шутки. И если учитывая, что за каждую голову, которую мы не исполнили, регион платит штраф, и на следующий год это, опять же, снижением субсидирования, чревато. Поэтому убедительно прошу к этому отнестись со всей долей серьезности, потому что это действительно для нас очень важно, и в том числе и для вас. Ну, здесь все упирается в орг-вопросы, в дисциплину внутри хозяйства. А вот чтобы осеменить племенную корову и получить от нее еще более качественный приплод, нужно подключать мировую базу данных и подбирать каждой корове быка индивидуально. Тут важно, чтобы не было родственных связей, причем как минимум в пяти предыдущих поколениях. Чтобы у мамы быка надой был не ниже, чем у осеменяемой им коровы. Ну и еще много чего. Каждый бык, в нем заложен определенный генетический потенциал по уровню молочной продуктивности, и каждая корова обладает своим потенциалом. Если бык дает 12 тысяч килограмм, а корова дает 18, то, соответственно, он ей не подойдет, надо подбирать более высокого быка. А почему нельзя взять самого высокого быка и всех коров, простите, осеменять? Ну, здесь уже идет ценовая политика. Самый высокий бык, он и стоит дороже, и это уже не очень оптимально получается. Нижегородское племообъединение давно уже работает по мировым стандартам. Ежегодно сюда приезжают быки из Америки, Дании, Голландии. Но стереотип, сохранившийся еще с начала 90-х, что импортные – это всегда хорошо, а местные – не очень, у многих так и сохраняется. Было, наверное, такое время, и сейчас еще в головах некоторых руководителей хозяйств, зоотехников остается такое мнение, что лучше купить традиционные семья за полторы тысячи, за две, чем купить за 600. Хотя, для примера, я вам могу сказать, если раньше племенное объединение Нижегородское работало на российских быках, то есть мы брали быков с наших хозяйств, с Ленинграда, со Смоленска везли, то на сегодняшний день у нас есть быки, это Канада, Дания, которые были завезены до прошлого года, в прошлом году пока еще была возможность, и на сегодняшний день генетический потенциал этих быков достигает до 14,5 тысяч на фуражную корову. Если говорить, сравнивать с надоями по Нижегородской области, у нас, если не ошибаюсь, 8600 мы вышли. То есть у нас сейчас есть генетический материал, который намного превышает нашу потребность в области. Но, с другой стороны, у нас есть и запасы семени, которые накоплены за этот период, которые позволяют хозяйствам выбирать в зависимости от селекционной племенной работы, какое им семя нужно. То есть мы можем предложить семя и за 150 рублей, можем предложить семя и за 650-700 рублей. То есть у нас выбор есть. С другими регионами России работаете? Да, конечно, мы работаем с Чувашским племообъединением. Они в прошлом месяце у нас семя брали, то есть мы обменялись. Брали они швецов, если я не ошибаюсь. Плюс с Удмуртией мы плотно работаем. Ну вот с ГЦВ мы тоже сотрудничаем. То есть мы семени, которые у нас нету по подбору быков на область, мы его, например, закупаем ГЦВ и привозим сюда, и продаем хозяйством, которым есть потребность. Ну, плюс мы еще, кроме продажи семени, чтобы понимали, да, у нас есть там региональный информационно-селекционный центр, который полностью занимается подбором быков, сопровождением, ведением программы, заносом данных, подготовкой племенных планов. Ну, то есть полностью весь букет. В одном ряду с иностранцами здесь стоят и местные животные, рожденные в нижегородских хозяйствах. Производили их под заказ. Папа у них иностранец, мама местная, но лучшая из лучших. Бабушка и дедушка по папе чистых иностранных кровей. В итоге стоимость такого быка минимум в два раза ниже заграничного, а по своим племенным характеристикам они схожи. При этом этот бык является представителем редкой линии родивки Тейджа. Он рожден в 16-м году в племзаводе имени Кирова, Богородского района. Его отец Стиланда, известный голландский бык, рожден в 10-м году. На сегодняшний момент у него дочерей 48 тысяч и более. И согласно данным геномной оценки, улучшает качественные показатели молока, особенно жира, это 0,27 и белок на 0,32%. У каждого из этих быков в среднем 30 тысяч детей. Ну, не зря же их называют быки-производители. Правда, с мамами своих детей они даже не виделись. Такая плодовитость возможна только при искусственном осеменении. Но их дети сегодня составляют племенное ядро Нижегородской области. За счет которого и получают высокие надои, а значит и прибыль хозяйства, занимающиеся молочным животноводством. Ну и в конце своего рассказа о племенных быках Нижегородской области хочу вам показать быка мясной породы Гирифорд. Зовут его Цикорий, ему 5 лет. Со спины он очень похож на бегемотика. С такими же короткими ногами, широкой спиной и такой же пузатый. Внешне вроде небольшой бычок, но весит он больше тонны. То, что и надо в мясном животноводстве. Спасибо.